А это кто? Где я здесь? Вот я какой здесь? А вот это кто? Это ты? А че он маленький? Смотри, у тебя волосы появились. Спасибо. Никитос, я, если честно, забыл, как уже говорить. Потому что мы давно уже не разминались. Всем доброе утро. Мы продолжаем наш заплыв из Ярославля в Саратов. Только уже со снегоходами. По пути мы. Встречаемся с подписчиками. Дарим подарки. Ловим рыбу. Готовим рыбу. Мне кажется, в принципе, вот этот бульон уже можно и есть без всего. А сейчас мы проезжаем город Энгельс. Ура! Друзья, ну че? Опять два дня наши пролетели незаметно. На базе удачи. Сейчас мы выдвигаемся в город Саратов. Вернее сказать, в город Энгельс Саратовской области. Для встречи с подписчиками. А дальше там будет еще пару дней рыбалка. Не знаю, что там будет. Потому что рыбу мы уже не верим. Что она вообще существует. Мне кажется, ее вообще нет. Это вообще какая-то... Уже даже лещи перестали как бы... Ну, встречаться. На пути. Вот сейчас крыка ждем. Никитос вроде у нас. Встает даже. Доброе утро. Едем на колёв. У Колька сейчас предстоит незабываемое событие, которое он ждал много лет, много месяцов. Как говорит, копил три года. Давай, расскажи. Да ничего не буду рассказывать. Смотрите в новых выпусках. У нас Настя, здрасте. Секретик будет у нас. У нас маленькая просто остановка перед Балакова. Никитос уже совсем выздоровел, дед. Ну что, осталось два часа до Энгельса. Но здесь нам придется разделиться временно. Но мы же увидимся в Энгельсе. Мы разругались, короче. Поедем отдельно теперь друг от друга. Сначала в больницу. Клоро-окулисты. А потом увидимся на встрече в 17 часов Гордиан. Да, оставайтесь. Точно. Анна, а вы спросите у Андрея, у него... Калек, как обычно, в этом, в делах весь. Вон, смотри, видишь, раз, раз, два, раз, туда-сюда. Здравствуйте еще раз всем. Здравствуйте. То есть, чем отличается? Тут постоянно ты собираешься, разбираешься. То есть, на снегоход, там, привезти, заправить, выгрузить вещи. Как бы, в одну гостиницу, в другую гостиницу, в третью гостиницу. Каждые два дня ты куда-то должен переехать. То есть, ну, с этой техники сошел, сел на другую технику. Половину пути, половину пути по пояс в снегу, блин. Этот снегоход таскаешь, блин. То есть, если сделать турне, например, на пару недель по Енисею, от Красноярска до Абакана, например, до Республики Хакасия, то там можно и Тайменя, и Ленка, и Хариуса, и... Слышишь, мы все... Судака только нету. Слышим, мы все, мы там судака нету. Всю эту поездку слышим, как завтра мы будем пороть рыбу, блин. На Енисея нет судака, поэтому как-то там все проще. Завтра пороть рыбу мы будем же. Ну что ж, за знакомство разыграем что-нибудь? А сейчас мы проезжаем город... Энгейс! Никитос, а еще приехал Саратов, Воронеж, Пенза, и в итоге другие города. Ярославль. О, нифига себе! Е-просто! А че так поздно-то? Дмитрий Владимирович, с вас я сейчас выприду, выберу новую. Встречи в городах закончились, и можно с уверенностью сказать, что Энгельс, Саратовская область взорвало всех просто. Больше 150 человек, люди приходили и приходили, даже после того, как мы розыгрыш провели, со всеми отфотографировались, и мы оставались, они еще приходили и приходили. Приезжали из Воронежской, из Пензенской области, из Саратовской, ну, соответственно, из самого Саратова, большая часть была, Саратовская область, деревень, сел, ну, то есть очень много разных людей, женщины, дети, как обычно. Спасибо огромное! Спасибо всем городам, сразу можно сказать, за то, что были с нами все это время, и остаетесь с нами. По традиции, с утра мы встали, Никитос у нас болеет, Калек сел в подушку с Костей Шиповым, с нашим другом. А что тут за сообщество, Асим? И с Саньком, с братом. И с Дмитрием Владимировичем. Ну, так как я на воде находился первый раз здесь зимой, мне показали тропы, по которым можно ездить на снегоходе, рассказали, где нельзя ездить в итоге, где я потом все равно проехал. Ну, именно по этой же причине он поехал один на снегоходе, а не со мной, потому что одному как бы пораскочить, если вдруг что-то будет. Намного проще, да, конечно. Снегоход легче, и можно будет где-то даже, может быть, чуть-чуть по воде проехать. А если он будет тонуть, то выпрыгнуть, а пассажиру сложнее немного выпрыгнуть, потому что он закрыт бурами, паноптиксами и ручками. Короче, у нас не сильно много удалось что-то поискать, потому что, приехав на первое место, мы рыбу не обнаружили, там быстренько походили. Окунечка, и открылся по окунькам. Нет, это не в первом, это во втором месте. Приехав на вторую локацию, мы сразу же нашли стаю леща, в которой был судак. Когда мы приехали на эту точку, там вроде было много белой рыбы, но никто ничего не делал, я думаю, да нафиг мне этот судак, но опять он не будет клевать. Я взял балансирчик, пятерочку вот эту вот классическую, и пошел поближе к коряшкам. Блин. Дмитрий Владимирович, почти пойдет? Ну ладно, нуля ушли. Когда открываешь счет, как бы у тебя уже не ноль влавили, уже двигаться дальше уже намного проще. Поймал я там несколько куньков, раздраконило. От нуля. Да, ну некрупные такие вот. И в это время там Сашка поймал... Потому что достаточно нулей уже в этом сезоне. Правильно, да. Я на обед зарабатываю. И у нас в том числе и в этом году уже достаточно нулей было по всем рыбалка. Вот. И тут Сашка поймал судачка, Дмитрий Владимирович поймал судачка. Я думаю, ну надо, может быть, и мне тоже в это же русло пойти. Может вам помочь, Дмитрий Владимирович? Че, уперся? Тройниками запонулся? Или там пятера идет? Нет, там большая. Да нафиг сырые будете? Давай вот багор есть. Я готов. Где-то. Там пятера, по-моему. 17. Не, ну толстый, слышно. Ну бодренько. Вот он сейчас, вот какое место-то его взять? Ну вот я и не пойму. Нет, нормально. Ты хотели взять? 11. 11. Ну не идет. Юриш, ну промазал ее. Куда? Дернул. Вот это, вот что там, промазал. Нифига себе, вот это. Волк или. Да. Теба горжут. У меня что-то ничего не получалось. Я попробовал с судаками с этими, с ратлинами. Думаю, ну сегодня же микс-дей. Вроде как, по плану было. Я думаю, давай на мормышку попробую. У меня были мормышки вот эти, самарские. Я взял эту мормышечку. Насадил мотыликов уже полутухлых. Меня Андрюх посадил в самый бетник, где вот эти вот лещи стояли здоровые. Я, короче, отпускаю, качаю, 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 немножко приподнимаю. Да, хлоп, прям вот так вот. Оп, оп, оп. Нифига себе. Полудочки. Вот так вот. Прямо так? Да, ни хренасик клюнуло. Нифига себе. Подожди, подожди, он не идет. О, 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 о. Что нафиг мне ваши судаки нужны были? Поить их сами. Ха-ха-ха. Салясь. Лещи туда. Слушай, не знаю, оно что-то нормальное, короче. Прямо, бодрый. Ну, в Самаре были вот это вот. А здесь вот так вот прямо. Прямо бодрячком пацанчики. Как будто на плетенку ловил. Ага. А, о. Ага. Судак. Да ладно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А я говорю, поклевку-то такая. Ты понял? Это самый крупный мой судак пойман на мормышку на мотыля. Вот такой судак. Фоточку Никита ставишь сюда. Тручка. Ну, что-то судаки перестали клевать. Тут где-то рядом. Не клевали, не клевали, перестали. Рядом где-то, по-моему, Андрюха поймала судака. Нет, сначала ты поймал. А, да. Ну ладно. Короче, я тут раскачиваю вверх-вниз. И в какой-то момент мне раз поклевочка. Я понимаю, что это уже наша рыбатая. Хлоп. Есть. Ладно, переговорит. Алёк опять здесь? Алёк танцует лучше всех. Давай сюда его кадр подположим. Давай, давай. Алёк. Белый, о, вот она. Микс методы. Гостера. Ла. Лещ. Леща. Теперь настал. Я сегодня уже, кстати, три рыбина рыб поймал. Да, нет, сейчас густера, говорю, леща надо поймать. Я промил густеру. Сулунки. Судака. Кто следующий? Где там лещ? Думаю, ну давай ещё попробую. Надо же леща поймать или покрупнее густеру. Короче, качай, качай. Опять на опускание. Вот все поклёвки были на опускание. Опускай мне хлобыть. Да, ладно. Ага. Да, ну как же. Ты слышал, у меня даже фрикцион сработало? Работаю, блин. Потому что так каналы работают. Да. Не заходит в лунку, прикинь. Вот он. Хе-хе-хе-хе, лещ. Пошёл, у меня миксование. Хе-хе-хе. Судак. Густера. Лещ. Лещ. Я уже всё, 4 рыбы, вида рыбу поймал. Братулет. Ну всё ради тебя, любимых подписчиков. Ради контента. Вот это вот всё. Ну, ты понял, да? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, ты веришь? Ну, это уже нормально. Оставить его или достанется? Ну, я его достану здесь вот положу, хотя вот так, чтобы он не ушёл. Он же сам выкарабкается, если начнёт дурь как-то. Вот так вот, да. Смотри, как съел. Прям в шахту здесь. Ну... Только поменял приманку, да? Ну, сарделька, сам понимаешь. Ну, да. Ну. Какой-то хайповый цвет. Вон такая рыба пошла. Калёк ушёл, а рыба осталась. Вот так прошёл наш этот день. Да, ну, в принципе, на экипаж нас там шесть человек. Мы поймали, ну, штучек, наверное, 15 судаков мы поймали. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Да, то есть, в принципе, рыбалка в Саратовской области, возможно, претендует на статус одной из самых рыбных за всю нашу поездку. Ну, конечно, у нас было феерическое выступление в Атабаево, где мы поймали более 20 рыбин на двоих. Но здесь свой шарм, короче. Ну, и наступил наш последний день нашего турне. Мы ничего нового не стали придумывать. Вернулись на то место, где мы ловили вчера. Буквально. Да чего уж греха таить. Хотя перед сном мы не обещали, чтобы... Чего греха таить? Да. С первой лунки, пока еще Калек ехал на подушке... Вот с этим... Ага. Верней, как вы только подъехали, я в первой же лунке отпустил, два раза качнул и получил вот это вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профессионалы работают. Кормили ты наш, а? Я вот знаешь, что пришел? Нет. Взвесить твоего судачка. Чтобы у нас был хоть какой-то задокументированный рекорд этой поездки. Разрешите, я это сделаю? Стоит. Нет. Чего сказали, товарищ? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пошел по окунькам, опять от нуля ушел, вот такими вот этими мотоциками. Да ты что, я сразу... Я стараюсь уходить теперь от нуля, а потом уже двигаться как бы, ну, по более глобальным каким-то вопросикам. Нам поступила информация, что там на одной из локаций вроде как там кто-то поймал судачку. Мы решили туда поехать. Разбурились и сразу пошла рыбейка. Думаешь, это он? Угу. Ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе-хе. Рыбейку выбирает, понял, что делать? В онлайн-режиме. Что, нормально? Нет. О! Угу. Есть! Вот это ударил. Отпустил пониже, туда в жижу, в эту, Юрич. Юрич, в жижу, нормальный вроде. Юрич, нормальный вроде. Поклевка была такая, мама, не горюй. Как нормальный, только ну такой. Ну ладно, как бы, руки судаком немножко попачкал. Ну, дал так дал прям. Оттягал. Но эта удочка вообще бомба, как поклевка. Как прям электрическим током, я так сказал. Видишь, и этот пискарик. И, кстати, с нами в лодке ездил, вы по многочисленным просьбам просили сделать рыбалку с подписчиком. А мы сделали рыбалку с подписчиком. Подписчик, который просто-напросто первый раз ездил на рыбалку. Никогда не ловил судака, он даже не понимал, как этими удочками, снастями, как даже дно найти на этой удочке. В итоге у него постоянно были поклевки, в отличие от всех остальных. Он говорит, мне что-то там дергает. А нету руки-то наметанной вот этой чулановской подсечки-то. Ну, короче, в какой-то момент Андрюха поставил ему руку, поставил ногу. Сказал, что подсекай, как бьешь справа. О, есть! Наконец-то, блин! Давай. Ааа, первая рыбка моя! Он еще и сойти может? Классно! Первая рыбка! Первая рыбка! Первая рыбка! Магета сейчас сидит! Нормально! Там нормально сидит! Супер! Первая моя! Юрий сказал, что на этот цель самый намоленный! Слушай, классно здорово! Счастье! Вот самый счастливый человек, мне кажется, на этой рыбалке был! Нет, ну он не такой, может он не такой, ни китосу на монтаж! Килограмм-то 60! Ух ты, стой, не вытаскивай чуть-чуть! А, во! Вот какой темный! Видишь, ты приманку куку и дал, Юрич! Заговоренный! В чем такой темный? Олег, ну только ты не уходил в этих... Рыбаки? Сулачатников, ну его нахрен! Потеряем пацана, он больше не наберется! С рыбой мы решили подзакончить! Достаточно! Ну как бы надо! Как бы поймали, поймали и решили продолжить нашу рыбалку на берегу! Да, у нас же как бы традиция стала кулинарные минутки! Поэтому мы решили воспользоваться приглашением и предложением! У ребят есть баня, дом! Ну сейчас мы, короче, все вам расскажем! Так, у нас здесь, в общем, стоянка с обедом! У них в Саратовской области практически на каждом острове есть какие-то домики, бани, где люди могут переночевать, рыбу половить, поспать и даже пожить дикарями несколько дней, а может даже месяц! Вот такой вот дом! С навесом! Вот тут лежат пельмени! Говорят, какой-то будет рецепт уха сразу с пельменями! Уха и судака будет! Вот такой домик! Здесь есть печка! Вот такая вот столешница! Вот тут лучок уже жарится! Плитка! Две кровати двухспальные! И вот такой вот вид на Волгу! То есть выходишь, захотелось рыбу половить, вышел сразу в трусах и пошел! Пойдем, что ли? Здесь вот мангал стоит, стационарно, как я понимаю! Здесь летняя кухня! Вот так выглядит баня! То есть здесь, как я понимаю, она топится с улицы! Здесь вот дверь! Заходим! Тут стоит печка! Можно подливать здесь водичку горячую! Черпачок! Все сшито по фэн-шую! И чё, даже никто никогда ничего не ворует здесь? Да конечно! Постоянно? Надо что-нибудь подвозить! Ай! Подвозить что-нибудь надо приходить постоянно! У меня вот на той поляне был долг! Ну тут печка уже какая-то подсчет, не знаю! Ну то есть все равно без этого! Да нет, конечно! Без свиней-то никак не обойдет! И все, что плохо лежит! Мы с Андрюхой разделились! То есть я чаще всего снимал на улице, где варилось ухо! Андрюха снимал внутри, как жарился судак, как резалась картошечка, как резалась морковка, как обжаривался лук, обжарился судак, как он перчился, как солился! Рецепт судака! Предварительно пожаренный лук, судак пилированный, посоленый, потом муке! Ну и почти, конечно, лук! Я так понимаю... Судак жарил, да? А потом просто мы его заложим луком? Да! То есть прямо из сковороде... И жаришь в масле, в котором жарился лук! И потом просто слоями прокладываешь, да? Угу... Ну он просто лук не зажаренный, там ленок... Ну да! Газ такой, чтобы не зажарить! Но при этом мы еще тоже что-то там делали, мы там чистили рыбок! Мы чистили окуней! Бегали, воды наливали! Бегали, воды наливали! Промывали окуней! Окуня пойдут тоже для навара в уху! То есть вот это все пойдет в один котел! А вот вопрос! От подписчиков! Говорят, что окуней не нужно очистить для ухи! Потому что у них нет желчи! И они не дают горечь! Что можно не потрошить прямо в целом виде! Что вы думаете по этому? Как у маленького укуня! Ты знаешь? Ты знаешь, наверное, это зависит от того, какой повар готовит! Я бы тоже не стал потрошить несколько часов! И я бы тоже! Да! А если учитывать, что повара не мы, как нам сказали... Ну да! Нам как бы тут, по-моему, умничаешь сильно-то! Ну в этот тебе вообще ничего не влезет! В водичку мы искуем! Прямо из водоема! Поэтому раньше в этом плане это прикольно было! Первые всякие щиповки когда, знаешь, такое? Да! Чтоб на варе стоял шишка была! Вот! То есть кипятим воду! Туда закидываем укуня! А на сколько времени? Прямо в этом мешочке ничего не поклавится? Нет! На сколько времени? Минут тридцать-сорок! Надо, чтобы они вывались! А потом куда? Выдром опять! Выдром, да! Нам нужен бульон! Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Вторая порция! Что ты, кот? Ну-ка, Калек, помоги чуть-чуть! Чуть-чуть, чуть-чуть! Судаков, филе отобрали на жарёху! А всё, что осталось, головы, щёчки! Вот это самое главное, да? Косточки с мясом! Всё, Калек, можешь идти сдавать! На взвешивание! На взвешивание! На взвешивание! На взвешивание приглашается Колька Алексеев! Да, всё! Чуть-чуть подвинуть, да? Всё, и на полчасика оставляем! Лунчик сюда наверху, не горел бы! Всё! Сейчас я огонь дам, чтобы они закипели! Всё, отходи! Чё там? У нас это кухе правильно пошло! Унди гридиент, картошка, морковка, и чё ещё? Всё! Лук? Лук? А лук там вроде на целую, вот прямо, да? Не резать! А чё, смотри, всё стандартно в ухе! Нарезанная морковка, картошка и луковица целая, и прямая туда закладываешь, чтобы она не болталась! Всё, давай там Андрюху, пошёл уже! Так, у нас прошло полчаса, пошли рыбу доставать! Так, беру за две ниточки, да? Что? Не, одну сначала. А, одну? По одной? Отжать. Пусть мы её достаем. Доставай, поднимай, поднимай. И надо выжать весь сок. Правильно? Да. Вот навар. Колясик, чё вот. Тут вообще контент пилится, Андрюхич. Жирная, жирная прямо. Да? Угу. Я вижу, одну рукой снимаю, а другую держу. А Серёга? Сергей Батькович, взяла? А я выжимаю. Мне кажется, в принципе, вот этот бульон уже можно и есть, без всего. Но тут ещё будет пельмени. Вот с креоном. Угу. 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 Выезжай. Финальный штрих. Уха будет у нас с пельменями из лосося. Подожди. 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 Ромоткрываем поливку. Смотри. Что там? Да. Вторые 500 рублей пошли. Не бюджетная такая уха получается. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Три эти 500 рублей пошли. И вот это чудо-блюдо подавалось на стол вместе с жареным судаком и жареными самодельными сосисками. Пора, гриметь. Да, да. Погриметь. 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 Кушать подано. Садитесь. Ё-моё. Ё-моё. Ты видел что? Уха. не только чай сначала жижа поток пельмени все спасибо картошку давай а сметана будет он стоит все оставайтесь с нами дают хотя положить друзья ну что наше путешествие подошло практически к концу нам осталось всего лишь сесть машину и проехать тысячу сто километров мы окажемся дома спасибо огромное всем тем кто приходил с нами на встрече к тем кто помогал нам в поисках рыбы на льду или просто нам помогал звонил писал волновался за нас мы все это очень ценим любим вас короче и чувствуем то что вы нам даете от этого сейчас коллег быстро по статистике пробежится чем у нас по и почем сушки на данный момент вот сейчас мы находимся поселке шумейка у нас получилось на машине проехать порядка двух тысяч 800 километров от ярославля и на снегоходе сырая цифра на примерно около 900 тысяч километров аппаратом тыс около тысячи километров суши но я первые две недели считал а дальше сбился за счет но мы поймали судака окуня леща и густеру то есть четыре вида даже не закрылись по рыбам по количеству но в принципе рыбалка интересная саратовская область мне кажется была и сам точно была самая посещаемая то есть у нас больше всего человек пришло на встречу и по рыбе самое крупное самое интересное надо и самая крупная рыба была поймана именно здесь так что оставайтесь с нами и увидимся в новых историях пока помчались